Есть проекты. Дело в том, что это надо быть только слепым, чтобы не видеть, что на улице Чкалова бардак. Автобусы кто где хотите, там и отстаиваются. Во-первых, там транспорт не должен отстаиваться. Это, конечно, остановка. Она там, я помню, я еще в институте училась, точно с 91-го года, там постоянно эти маршруты останавливались. Просто там надо навести порядок. Люди зимой на холоде стоят. Это Матвеевка, это Корениха, Большая-Малая, это Варваровка. Понимаете как? Люди постоянно стоят. Я подумала и решила. Нам, допустим, говорят, вы бы не могли что-то для людей там построить, чтобы они в тепле стояли отдельно. Ну что ты будешь? Строить дом для обогрева людей? Это глупо. Естественно, мы решили упорядочить эту систему. Я вам даже могу документы показать. Не, не, это не моя тема. Я вас прошу. Это не моя тема. Вы увидели, насколько шикарный комплекс. Я не сомневаюсь. Он вытягивается, получается, компактный очень. Сохраняется движение по дороге и туда и обратно, но там не будет грязи, там люди будут тепло, там, извините, будут туалеты, куда люди будут ходить. На втором этаже, так как это диспетчерский комплекс, есть необходимые условия. Там сопутствующие товары, то, что наш город говорит. Там всего лишь три таких точки газеты. Игорь Алексеевич, давайте я знаю всегда метод против вот таких вот грязных наездов, ну, или чистых наездов, а то они еще и на меня наедут. Чистых наездов. Я знаю один метод. Это гласность, это открытость. Давайте проведем круглый стол. Давайте проведем круглый стол, пригласим их в сторону. Ну, пригласим вас. Дело в том, что я разговаривала с Владимиром Дмитриевичем на эту тему. Я так поняла, что сейчас, естественное время выборов, я не хочу создавать хлопоты. И Владимиру Дмитриевичу, и вообще городу, потому что это не очень будет, красивые вещи будут происходить, понимаете. Но уже мы подождем, когда это все закончится. Не вопрос. Обязательно проведем общественное слушание. Дело в том, что я показываю экспертные заключения экспертов, в котором мы специально, с учетом этих грунтов, очень серьезный проект делали. Разрабатывали наши проектанты Николай. Ну, я думаю, это серьезный взрослый проект. Да, там специально предусмотрен ленточный монолитный фундамент, потому что там с грунтами не все в порядке. Там подъезд сохраняется к каждому дому. А людям рассказывается обратное. Вот они начнут бить сваи, у вас дома попадают, вот у вас ливные ямы начнут пропускать. Дело в том, что, ну, наверное, архитекторы на то и учились, чтобы правильно сосчитать и нагрузку на грунты и все такое. Поэтому по экспертному заключению, более того, когда поднялся этот шум, скажу вам честно, я немножко дернулась, потому что думаю, я же не, я, допустим, экономист, да, само по образованию. Я могу просчитать какой-то проект, я могу его придумать, воплотить в жизнь. А архитектура – это не мое. Ну, конечно, конечно. Поэтому я дополнительно еще, так сказать, своих людей, которых нанимала для того, чтобы они еще проверили, насколько грамотно сделан этот экспертный выясновок. Потому что, знаете как, у нас же бывает халатность везде. Конечно, конечно, конечно. А как раз в тот момент, как раз упала крыша в эпицентре, по-моему, тут в Октябрьском. Думаю, это же тоже проектанты, они рассчитали нагрузку и все такое. И мне сказали, вы что, здесь настолько все грамотно и правильно сделано, угрозы ни одному строению, даже самому ветхому нет. Потому что метод выбран для постройки, монолитный ленточный фундамент. То есть там все будет заливаться, а не вниз строги. Ингенси, я слушал это краем уха. Но я могу свое мнение сказать, что Владимир Дмитриевич пытался что-то достучаться, пытался сказать, что, честно, то, что я услышал, потому что я же на одной волне. Как в Николаеве ликвидировать детское пьясо? Это на сессии я был. Я был на сессии, и до многих уже, конечно, депутатов достучался, как ликвидировать наркоманию. Ну, опять же, президент нам помог. Вы видели, да, его? Контрольную закупку президента. Да, да. Ну, так это ж... Я когда смотрел, у меня просто вот президент нам помог. Я видел, я слышал, что Владимир Дмитриевич сказал, что его уже не существует, городского нашего автопарка. Там землю уже продали, и его... Нет, не существует. Ну, как... Там уже автобусы вообще нигде ставят. Ну, который на проспекте... Ну, он существует, де-факто его нет. Нет, де-факто его уже не существует. Он что-то пытался там дать до депутатов достучаться. Нет, они даже вот на последнем конкурсе у нас был в обл. администрации на пригород, они заявлялись на какие-то маршруты. Для меня это было открытие, большое откровение, чем они могли заявляться. Я знаю, что транспорт у них в последнее время не обновляется. Парк, вот, допустим, если у нас есть целая система, разработанная по, значит, возобновлению, капитальному ремонту транспорта, то есть мы потихонечку, вот так вот, если зайти, ну, это, может быть, вы и не транспортник, не обратили внимания. Вот зашли, стоят автобусы в углу, да, и вот они их меньше и меньше становятся. Мы все делаем капитальный ремонт, перевариваем и делаем... Я обратил внимание, у вас вообще как в музее, просто так все чистенько, так красиво, цветово. Да, еще очень много работы, если бы были финансы, и можно было позволить тратить не каких-то там 10% заработанного на вложение, очень много занимает зарплата. А чтобы люди работали, надо платить хорошую зарплату, чтобы они дорожили своим местом, чтобы они боялись его потерять. Поэтому хотелось бы делать, конечно, лучше, хотелось, чтобы было намного... Можно сделать вообще, у меня планы, конечно... Сколько у вас у водителей зарплата сегодня? У нас у водителей зарплата колеблется, у нас точной зарплаты нет, это все зависит от выработки часов. То есть, если ты человек, допустим, в возрасте, пожилой, допустим, или у тебя есть какие-то хронические болезни, ты можешь работать только... Да, потому что у меня голос какой-то печальный. Нормально, я не хочу так печально говорить, потому что ситуация, когда я понял, вот когда понял, в чем проблема, и понял, что эту проблему можно повешать, и... Есть два момента. Во-первых, значит, первое, ну... То, что вы сказали, это третий, кстати, момент. Я теперь буду говорить всем, что три момента. Первый момент, то, что вы сказали, как бы исторические такие вот. Но, опять же, мы определились, национальная безопасность, это уже не просто горе семьи, это национальная безопасность. Президент сказал, у нас должно быть 50 миллионов, а каких 50 миллионов, когда без всяких там войн, без всего, все это, нация умирает, умирает, умирает. Так вот, боязнь, боязнь милиции, боязнь, что это все крышуется, это все под ментами, это все там, это вот. Я могу официально заявить, я сегодня заявляю во многих местах, и официально, и неофициально, что, слава Богу, Слава Богу, сегодня далеко не все под милицией, далеко не все под милицией. Сегодня милиция борется, реально борется. И мы, когда ходим с ними, вот, в засаду там сидим, когда берем с ними интервью, общаемся, и на камеру, и без камеры. Ну, я вижу реально, что милиция реально борется. Им не хватает, там, вот, другие проблемы, у них куча проблем у милиции, именно в этом направлении. Ну, это не сегодня, как бы, как-нибудь расскажу. Куча у них проблем у милиции, но то, что она борется, и то, что нам, общественникам, и вообще не надо ее бояться, это 100%. И вот переломать вот этот стереотип, поломать этот стереотип, и тогда будет все хорошо. И тогда будет все хорошо. И тогда мы, и тогда мы вылезем. И поэтому, поэтому я вот, ну, мое предложение, я лично не баллотируюсь. Хотя меня зовут Жиза Фихвард, вчера было такое предложение, необычное. Но я лично не баллотируюсь для того, чтобы успеть встретиться с представителем каждого участка. Каждого участка. Успеть донести им, что я хочу. Я хочу, чтобы на вашем участке вот висело вот такое вот объявление. Обязательно. Вот такое объявление висело. Где? Будут телефоны, телефоны будут и ваши общественные приемные, вы же общественные приемные будете открывать свои? Будем. Вот как Игорь Копейко. Я сейчас рассказываю то, что сделал Игорь Копейко. Телефоны там, вот тут только милиции телефоны. Ну, чтобы там висели и телефоны и милиции, и ваши, значит, и ваши телефоны общественные приемные. Чтобы у вас был ответственный, назначенный вами, очень вами доверительный человек, который будет отвечать именно за этот участок. Именно за этот участок. Который вам скажет точно, существует ли проблема в вашем районе. Дай Бог, чтобы у вас оказался какой-то необычный район города Николаево. Потому что, когда я сегодня спрашиваю, ой, господи, у сына, когда я спросил, Андрей, а где в Николаеве можно купить наркотик? Ну, правда, это года полтора я спросил, когда, где в Николаеве можно купить наркотик? Он мне сказал, везде. Я был в шоке, когда он мне это ответил. Он мне сказал, везде в Николаеве можно купить наркотик. так вот сегодня значит я думаю все таки что с партнерами его на такой ноте можно этот взгляд на то есть пич сейчас петли петли взяли в себе что ты взяла, да? да, за день ну свет не обязательно я извиню, я немножко отключу на милку, там что нет